С вами Николай Пивненко в проекте Дата. Сегодня 19 апреля. День юридической службы Министерства внутренних дел России. Праздник был установлен для повышения роли подразделений правового обеспечения в решении стоящих перед Министерством внутренних дел задач. Так официально звучит его трактовка. День российской полиграфии. Это день, когда в 1563 году в Москве начинается работа типографии первопечатника Ивана Федорова и Петра Мстиславца. Там будет напечатана первая русская датированная книга «Апостол». Сегодня день подснежника, хрупкого белого цветка. Он символизирует окончание зимы и начало весны. Праздник, который посвятили ему, призван дарить весеннее тепло, вселять в людей надежду и вызывать улыбку. Подснежник в Великобритании зовут «снежной каплей», в Германии – снежным колокольчиком, а в Чехии – снежинкой. По данным королевских ботанических садов Кью, на планете 18 видов подснежника и два гибрида. На территории бывшего Советского Союза встречаются 12 из них. Только подснежник выживает в холодную пору ранней весны. Другие растения не способны повторить этот подвиг. О родившихся в этот день в 1900 году появился на свет Александр Птушко, советский кинорежиссер, известный по работам «Золотой ключик» Руслан и Людмила. Речь идет о мультипликационных работах. Самой значительной работой режиссера в 30-е годы стал фильм «Новый Гулливер», где мультипликационные персонажи сосуществовали с живым актером. Увидев нового Гулливера, знаменитый Уолт Дисней прислал Птушко восторженное письмо. «Ради бога, приезжайте, я дам вам любую студию!» Однако Птушко ответил отказом. Русский человек никуда из России не уедет. 1902 год. Вениамин Каверин приходит в этот мир. Русский советский писатель, ставший одним из любимых авторов многих поколений, благодаря роману «Два капитана». 1911 год. День рождения писателя Георгия Маркова, сценариста, драматурга, журналиста, военного корреспондента, общественного деятеля. Первого секретаря правления Союза писателей СССР и председателя правления Союза писателей СССР, дважды героя социалистического труда. Ну а теперь о некоторых событиях этого дня. 1775 год. Историческое сражение между английскими войсками и армией американских колонистов при Конкорде и Лексингтоне. Начало войны за независимость в США. А в 1861 году учреждается комитет грамотности при вольном экономическом обществе, который будет содействовать распространению грамотности и знаний среди крестьян, которые вышли из крепостной зависимости. 1865 год. Принятие временных правил по делам печати. По этому закону цензура сохранялась лишь для брошюр и небольших сочинений. Толстые книги, свыше 160 страниц для российских и свыше 320 страниц для переводных изданий, могли выходить в свет и без цензуры. Издатели книг отвечали перед судом, если в книгах содержалось что-либо противозаконное. Журналы и газеты также могли выходить без особого разрешения властей. Если в них появлялось что-либо вредное или противозаконное, изданию объявлялось предостережение. После третьего подобного предостережения издание запрещалось. 1967 год. На экраны выходит фильм Ролана Быкова «Айболит-66». Советская пресса в основном положительно оценивает фильм, однако анализируя статьи о нем, можно заметить, что большинство рецензентов склонны воспринимать эксперимент Быкова как кино для взрослой аудитории. В форме иронии и гротеска режиссер поставил вопросы, актуальные для советского общества. 1970 год. На главном конвейере Волжского автомобильного завода собраны первые шесть автомобилей ВАЗ-2101. Машину в народе потом назовут копейкой. В качестве прототипа для нормы сразу был определен Fiat 124, получивший в 1967 году титул «Автомобиль года». Ритмичная же работа главного конвейера начинается в августе. До конца года в Тольятти собирают 21 530 машин, а пик выпуска ВАЗ-2101 придется на 1973 год, когда соберут 379 тысяч 7 экземпляров. Автомобиль оказался маленьким шедевром. Ни до, после него, сборщики так и не смогли создать таких долговечных автомобилей. За все время производства с 70 по 84 год прошлого века автозавод произвел более 2,5 миллионов копеек. В 1971 Советском Союзе в соответствии с программой исследования космического пространства производится запуск орбитальной станции «Салют». Это новый тип космического аппарата, который позволяет автоматически и с участием человека проводить комплексные научные исследования в условиях продолжительного полета. Салютов будет 7. Конструкция становится основой создания не только долговременных орбитальных станций, но и орбитального комплекса «Мир» и российского сегмента международной космической станции. 2000 год. В Центральной Румынии открыто крупнейшее в Европе месторождение золота. Но вот что интересно, начать добычу на этом месторождении ни одной компании в мире пока глобально не удалось. 2005 год. Конклав католических кардиналов в Ватикане избирает 265-го по счету Папу Римского. Им становится кардинал Йозеф Рацингер, который принимает имя Бенедикта XVI. Его понтификат продолжается до 28 февраля 2013 года, после чего Бенедикт отказывается от исполнения обязанностей Папы Римского. Но еще одно событие. В 1783 году Екатерина II подписала манифест о присоединении Крыма к России и о прекращении существования Крымского ханства. За империей также закреплялись земли Северного Причерноморья и Приазовья. Так, после многолетних военных и дипломатических действий была подведена черта под длительным соперничеством России и Османской империи. В манифесте особо оговаривалась обязанность чиновников, цитата, охранять и защищать храмы и природную веру всех имеющихся здесь конфессий. Инициатором и автором этого документа был князь Григорий Потемкин. Летом того же года он принимает от крымских беев и татарской знати присягу на верность России, а от самой императрицы титул светлейшего князя Таврического. Вот такова она история. С вами был Николай Пивненко в проекте Дата.